Добрый вечер! Никогда не бывает наша Родина столь беззащитна, как после успешного отмечания 23 февраля. До сих пор не знаю, что мы празднуем, но замечаю, что обороноспособность заметно падает. Хорошо, что никакие метеориты не летают в эти дни, да и вообще мало что летает. Теперь о более интересном, более жизненном. Иностранцы к нашему бездорожью относятся с большим недоверием. Где-то начиная с осени 1941 года они поняли, что не по зубам русская действительность. Пытались, конечно, пыхтели, напрягались, не получилось. С тех пор произошло разделение. У них есть понимание того, что такое бездорожье. Они открывают энциклопедию, смотрят в Википедию или выглядывают в окошечко и понимают, вот бездорожье это когда от этого газона нужно доехать вон до той грядки. И очень по-честному созидают всяческие разные довольно интересные аппараты. Колесные формулы 4х4, иногда 6х6, бывают и другие не менее увлекательные конфигурации. Но все это гарнир к настоящему бездорожью. Конечно, гарнир очень красивый, эстетичный, им приятно пользоваться. Но вот так вот по суровому, по русскому, по настоящему, по географическому простору, там где дорог не было и не будет никогда, на всем на этом ехать бесполезно. Там у нас даже не всегда Урал выживает. Там не все кразы могут, что бы то ни было сделать. И в теме истинного бездорожья равных нам нету по сию пору. Вот как нету, например, в стратегической авиации, наши истребители по-прежнему лучше, наши бомбардировщики одни из лучших. Вообще мы уже там с пятым поколением потихонечку разбираемся, претендуя на шестое. Весь мир в этом отношении у нас может учиться, другое дело, что не хочет. В отношении бездорожья мы абсолютные знатоки, тем более бездорожье наше будет всю жизнь вместе с нами, и какие бы дороги мы ни пытались запланировать, остается очень много уголков в стране, в том числе достаточно обитаемых и выгодных с точки зрения обитания. Дорог куда не будет ни одной в принципе. За выходные у нас с прелюдией в целых два дня, этого всего за четыре, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, в Москве в Крокусе прошла выставка, она называется «Вездеход». Это совершенно фантастическая выставка. Она поражает своей непорадностью, потому что слово «Вездеход» оно как-то сразу немножечко отталкивает человека от гламура, но подразумевает, что уж наверняка там что-нибудь такое шикарненькое будет. И вот это шикарненькое, оно, конечно, тоже было, колесная техника там была, она стояла чуть в сторонке. Но там были настоящие наши, те самые мастера и те самые фирмы, которые занимаются истинным покорением бездорожья. Тут, кстати, одна очень важная ремарка. Я искренне благодарен азербайджанцам за то, что они часть денег вывели из собственной экономики и инвестировали в нас, и построили Крокус-экспо. Вот мы, конечно, пытались сделать, у нас пару раз были очень неплохие заходы, мы сделали себе всесоюзную сельскохозяйственную выставку, потом она была в ДНХ, теперь она в ВВЦ. Мы сделали кое-что себе на Красной Пресне, но вот такого масштаба и такого уровня современного подхода к выставочным технологиям, которые наконец-то достигнут в Крокусе, у нас, конечно, не было. И Крокус — это очень удобная, очень правильная площадка, и так здорово, что из Лужкова азербайджанцы даже выгрызли право на собственную станцию метро. Действительно удобно. Так вот, в этом великолепии выставочном на улице было очень мало, в основном все это смогли засунуть в павильон, не все по размеру подразумевало присутствие крыши над головой. Теперь более подробно о том, какие там фантастические совершенно конструкции были. Что приятно, вот наша конструкторская мысль в отношении полного привода, она уже закончила период выживания. Казалось бы, многое умерло, мы очень многое потеряли. Мы практически потеряли всю линейку полного привода, заложенную советской властью еще на автомобильных заводах. У нас ведь ГАЗ развивал эту тему, у нас АЗЛК развивал эту тему, у нас АвтоВАЗ развивал эту тему. Вот это все похоронено. Ну, жалко, потому что в быту бы пригодилось. Но зато выжили те, кто всерьез работает. Вот всякий, например, Курганмашзавод и прочие специалисты под танком, они, как умельцы гусеничной техники, остались и созидают очень неплохо. Но это вполне разумно, когда завод занимался этой темой и занимается. А теперь в эту тему пришли с улицы практически просто талантливые и просто рукастые люди. Я иду по этой выставке, и в уголке вижу штуку, очень похожую на бронетранспортер. Причем хорошего песчаного цвета, сделана на профессиональном заводском уровне. И написано, что это БТ-3. Не путайте с танком. У нас были такие в свое время БТ-5, БТ-7, и, кстати, БТ-3 тоже. Вот эта штуковина. Потрясающе интересная. Я подхожу ко мне, подходит человек и говорит, ну, может, вам что-нибудь рассказать? Я говорю, да, конечно, это же любопытно. А что это такое? Говорит, а это я сделал. Как это вы? Говорит, ну, знаете, мне было интересно. Я вот придумал тут некоторое количество идей. Я их оформил в одном корпусе. И сейчас вот выставил. Я говорю, зачем? Ну, на продажу, потому что это все, в принципе, имеет спрос. Я говорю, как имеет спрос? У вас это кто-то покупает? Он говорит, да, это уже мой не первый образец. Я подобными вещами занимаюсь. Вот это, что называется, натуральное представление идеи в упаковке. А что это такое вообще? Эта штука называется гусеничный транспортер-амфибия. У нее изменяется дорожный просвет. Это гусеницы, что обе вместе, что порознь, могут в диапазоне 150-540 миллиметров туда-сюда подниматься. Причем, гусеница имеет еще и резиновые элементы, поэтому она может двигаться по асфальту. У нее очень развитые грунтозацепы. Она прекрасно прыгает с берега, практически с любого в воду. Она гребет. У нее еще стоит два водомета по 150 лошадиных сил. И эта штуковина на плаву может даже развивать 18 километров в час. При этом у нее усилие на швартовых 700 килограмм. То есть она может завидным упрямством тащить на себе какой-то серьезный груз и еще на хвостике, чтобы телеполы тоже достаточно изрядно по количеству. И вот эта вещь сделана и воплощена руками и идеями конкретного физического лица. Вот это то самое частное лицо, то самое частное ОКБ, состоящее из одного гения, создавшего блестательную совершенно конструкцию. и причем я у него спросил, а вот скажите, как можно, ну это же деньги, это же производство, у вас что, собственный завод? Он говорит, да нет. А как? Он говорит, ну я разместил заказ на заводе. Ночью вы что, дворником работали, чтобы скрести денег на завод? Он говорит, ну да, типа того, ну я вот еще работаю, но вообще у меня, конечно, основное направление это конструкторская мысль. И он эту конструкторскую мысль воплотил. И этот потрясающий человек, Константин Говоров, он мне пообещал, он будет у нас на одной из программ, один из моих четвергов. И мы с ним более подробно поговорим о том, как может в современной жизни конструктор сам строить, предлагать, и при этом достаточно быть успешным коммерчески в отношении вот этого покорения полного нашего русского бездорожья. Потому что штуковина, которую он создал, она чрезвычайно интересная. Еще одна штука. Стоит уазик, головастик. И какой-то он странный. Как известно, уазик это штука рессорная. Соответственно, угол скрещивания осей у него имеет предел. Потому что и рессоры не имеют достаточных ходов, и не зря все внедорожники переходят на пружины, потому что грузоподъемность не столько важна, сколько важна артикуляция подвески. Но есть чисто физический предел. И вот стоит уазик, и у него ломающаяся рама. Ломающаяся при помощи гидравлики. Прямо за кабиной. Три мужика взяли, отрезали болгаркой, поставили туда гидравлику, все это укрепили и предъявили машину. Я у них тоже спрашиваю, слушайте, ребята, а вы откуда? У вас что? КБ, наученный разговором с Константином Говоровым, у которого все-таки завод так или иначе на подряде, и Говоров, он москвич, у него очень хороший, такой интеллигентный подход к конструированию. Видно культуру производства, видно масштаб мышления. Эти ребята в чем-то чуть проще. И говорю, ребята, ну и чего у вас? Это где? Он говорит, да, это мы в Раменском гараже. Я говорю, а кто здесь может мне пояснить, там, ну, вообще в целом, как вы работали над этим? А, это, это Серега. Я говорю, а где Серега? Не, ну Серега сегодня болеет. Я говорю, что так, 23 февраля, что ли, по печени ударило? Ну, да, в общем, занемог Серега. Но конструкция очень интересная. Причем я потом к Говорову подошел и спрашиваю, говорю, как с вашей точки зрения вот эти ребята, кудесники, которые сделали суперголовастик, машина называется суперголовастик, с ломающейся рамой. Причем она ломается только в одной плоскости. То есть она не имеет, как, например, двухзвенник Витязь, возможности подъема по горизонту. Она только в одной плоскости. Право-относительно лево гнется. Ну, практически то же самое, как мосты. Вот она, ломающаяся рама, позволяет практически до бесконечности расширить вот этот диапазон, угол скрещивания осей. Я говорю, ребят, поподробнее. То есть, ну, конструктора нет, вот мы это сделали, и нам это было интересно. Вообще, у нас стояли экспедиционные задачи. А коммерческая составляющая? Ну, да нет, конечно, тоже может быть. И говорю, слушайте, вот вас трое, да, это вы сели на троих в гараже, сообразили и просто решили, что вместо, что пить, лучше бы занять руки. Он говорит, ну да, а что там? Ну вот, сделали. И показали на выставке эту интересную модель, которую конструктор Говоров оценил на очень высоком техническом уровне, но только сказал, ребята, конечно, молодцы, но вот далеко на природу, ресурс, наработка на отказ, есть вопросы? Да, согласен, но у меня тоже есть вопросы. Там же они, кстати, показали Ford Econoline, это штука здоровенная, очень большая, они ее поставили на гусеничный ход. Они на каждое колесо поставили гусеницы, причем съемные. И если хочешь, ты можешь поставить колеса и ехать дальше, если не хочешь, ты можешь поставить эти самые гусеницы. Там же, конечно, была штуковина под названием Пелец. Вы, конечно, слышали, что такое Пелец? Так вот, Пелец, это целое семейство техники из-под Вологодской области, город Череповец, тоже гусеничные, легенькие, герметичные, позволяют плюхнуться, если что, в воду и грести копытками, лапками и хвостиком, а если надо, довольно неплохо ездит и по асфальтовой площадке перед Крокусом ездили очень даже бодро. Там же грандиозная машина Четра ТМ-140, это уже Ямал, это уже Крайний Север, заводская конструкция, Курган-Марс завод, об этом чуть подробнее после долгожданных новостей, более интересных. Продолжаю изливать восторги по поводу увиденного в эти выходные на выставке вездеход в Крокус-Экспо и также не менее восторженно благодарить чисто по-армянски азербайджанцев, которые построили этот замечательный выставочный комплекс. Так вот, вездеход Четра это штуковина размером с дом, она хорошо обитает там, где дорог не будет в принципе никогда, делается она на серьезном заводском уровне, раньше она называлась просто ТМ-ка, были модель ТМ-120, ТМ-130, сейчас ТМ-140 и вот здесь уже маркетинговый ход позволил обрести им собственное название. Это жилой дом, там в принципе может быть и буровая, может быть все что угодно, гусеничная плавающая машина с большой кабиной, с серьезным мотором и, что хорошо, с очень внятым управлением. Она позволяет себе на планетарной передаче всякие виртуозные вещи, удельное давление на грунт небольшое, маневренность серьезная, увидела болото, плюхнула с болота, поплыла, увидела какой-нибудь более серьезный водоем, преодолела, потом вылезла на берег, отряхнулась, хрюкнула и поползла дальше, причем с довольно резвой скоростью. Машина производила очень сильное впечатление, мамы восторженные, попискивающие, с такими же попискивающими и восторженными детьми брали ее на абордаж, потому что это прикольно, засунуть ребенка выше собственного роста, чтобы он оттуда посмотрел и крикнул радостно мама. Там и с рулем подобные сидели. Я представляю восторг, это вот как раз та самая степень детского счастья, о которой писали Стругацкие в понедельник, начинается суббот, иметь большой грузовик, причем такой, чтобы можно было в кабину забираться при помощи маленькой лесенки. Такая вот вещица, и что радостно, она востребованная. Вот как пелец, который существует целой семьей разных пельцев, они покупаются, продаются, и четра покупается, продается, то есть это уже давно выплеснулось за уровень одноразовости и эксперимента. Это не поисковая конструкция, уже нормальная, очень серьезная, продуктивная работа. потихонечку выходит еще одна серьезная группа на рынок бездорожья. Они сделали в свое время несколько машинок, часть из них известна под псевдонимом Петрович, у них есть Шаман на шинах сверхнизкого давления колесной формулы 8 на 8. Кто видел в Москве в 2012 году, как раз в прошлом году, на ММАСе, на выставке автосалоне, этот самый Шаман стоял, можно было его даже пальчиком потрогать. Сейчас они же сделали это объединение авторос, они же сделали супер Газель. Газель вообще не самый благодатный агрегат для апгрейда, но поскольку он узнаваемый, у него есть какая-то логика существования, то вот этот маркетинговый ход тоже достаточно правильный, потому что одно дело Петрович, похожий на что-то космическое или, например, Шаман, не похожий вообще ни на что и по размеру целый вагон. А тут вот Газель. Да, она очень большая, у нее все четыре колеса, куча блокировок, причем у нее стоят два самоблока, что, ну, мягко говоря, спорное решение и специальная раздатка, специальная коробка, там как раз стоит у них собственное изготовление, блокируемый дифференциал. Любопытная инженерная работа, по крайней мере, имеющая какие-то внешние признаки реального автомобиля. что ответила за границей. Это тоже был любопытный очень момент, потому что в одном павильончике вдали от гусеничных стоит мотоцикл. Корявый, кривой, косой, ну, такой страшненький, ну, такой, какой-то вот нелепенький. И что-то в этом мотоцикле настораживает, потому что очень вид у него подозрительный. Тут, как в одном анекдоте из серии «Воробушек, что-то лицо мне твое знакомое, ну-ка, чирикни». Воробушек испугал, конечно, звуком неворобьиного генеза. Так вот, мотоцикл «Ракон», американец, и везде так, осень так, это, небрежненько сказано, что, знаете, вообще-то конструкция американская, и изготовление вот это вот, оно тоже американское в натуре. Вот этот американизм, нелепый, корявый, он как-то не стыкуется до тех пор, пока не подходишь к нему вплотную и не обнаруживаешь, что это мотоцикл колесной формулы 2х2. У него постоянный полный привод. У него на переднее колесо при помощи небольшого карданчика и двух цепей передается крутящий момент, и эта штука полноприводная. И тогда уже совершенно неважно, как она выглядит. И понятно, что с грандиозным совершенно дорожным просветом в 380 мм он низкий, приземистый, а это для быстро скачущей по пересеченной местности мишени очень важно, когда можно в складках местности аккуратненько укрыться. И колесики уже сразу понятно, почему такие здоровые и не спецованные. И тормоз вынесенный, представляете, у него, например, тормозной диск, передний тормозной диск, находится сразу за фарой на крыле. И там же тормозные голодочки. Очень удобно в случае войны, если что, можно будет на этом диске, как на шлифовальном станке, штык-нож заточить. А поднято это наверх, потому что в колесе по болотам пожалуй, не совсем уместно. Эффект торможения будет незначительным. И этот мотоцикл, он, конечно, стоит как чугунный мост, но это изделие, по отношению к которому абсолютно не важно эстетика. Ну вот никак это абсолютно с ним не коррелируется. Не важно, как эта штука выглядит. Важно, как она ползает. Ползает она неплохо, и на нее есть определенный спрос, и у нее довольно много всякого крепежа под оружие. смешно другое. Как-то так аккуратно сертифицировали это изделие, что к нему не подходят мотоциклетные права. К нему подходят те же самые права, которые на квадроцикл. То есть машинист трактора категории А. Ну вот у нас такая удивительная страна, с точки зрения законодателя это скорее трактор. Ну как любой квадроцикл. Вот фантазии не хватило в квадроцикле признать мототехнику. Признали трактор. Ну раз четыре колеса и все такие страшные. Значит это все-таки трактор. Еще за границей ответила двухзвенником Штайровским. Штайровский двухзвенник он легенький. Он неплохо сделан. Хотя наш Витязь конечно пооригинальнее, но наш Витязь он раз наверное в восемь побольше. И если Штайр помещается на обычной грузовой платформе его можно таскать за собой на каком-нибудь не очень большом прицепе подкрасться к нужному берегу потом аккуратно спуститься сесть на этот Штайр и грести то на нашем конечно Витязи подобные вещи не сделаешь и тем более никакие скрытные подкрадывания двухзвеннику Витязю совершенно не по плечу потому что он размером уже с два вагона. Штайровцы молодцы. Очень интеллигентно очень аккуратно поработали на тему что приятно у него несмотря на гусеничный ход то есть четыре гусеницы у него два спереди то есть у него колеса формулы четыре на четыре у него все это гребет прицеп двумя гусеницами и основная машина а управляется обычным понятным рулем любого школьника сажаешь за руль и не нужно ему объяснять два рычага ты не механик водитель танка ты просто сел и просто поехал действительно здорово действительно удобно кстати из нашего там еще была фирма защита они постоянно таскают свои скорпионы скорпион любопытная машина но у нее есть некая эклектика в подаче она слишком военная чтобы быть мирной и слишком мирная чтобы быть военной по виду абсолютная армейская техника но она предлагается в гражданские руки и в гражданских руках вот этого набора маловато потому что нужен комфорт тем более человек позволяющий себе подобные покупки не дешевые абсолютно покупки он как правило тяготеет уже там какому-нибудь хотя бы примитивному губозакатывателю ему уже нужен там специальный такой мягенький попожужжатель он не готов к спартанскому ощущению койки с панцирной сеткой и портянок у нас даже шойгу который в армии не служил ни дня и тот понял что портянка это уже архаика а фирма защита которую делает скорпион она как-то пока еще по портяночному но идея интересная блокировки полностью независимая подвеска что очень здорово есть возможность установить автомат и снаружи эта штуковина больше всего напоминает такой грамотно переделанный уазик если кто знает была такая все время штуковина под названием ягуар ягуар это был уазик для совсем военного времени и он даже по слухам плавил он стоит в рязанском музее военной техники колесной ягуар был прост но не лишен элегантности в своей простоте то же самое как у москвит 415-416 они где-то слегка похожи поскольку сделаны в одной стилистике и скорпион он как раз в этой стилистике сделан он такой нарочитый он грубоватый внутри он спартанский и с точки зрения преодоления бездорожья насыщен он правильно в том числе штатной лебедкой управление которой выведено под левую руку водителя кто барахтался в серьезной грязи понимает насколько это важно но лавки две сзади сверху дырка под пулеметную турель крепления под оружие сразу говорят о том что наверное все таки на этом ездить нужно не частным лицам а каким-нибудь очень специальным лицам с очень специальными задачами а тогда желательно уже потихонечку иметь какую-то броню а если иметь броню то она уже не совсем едет а дизель у него Андория польский и тут тоже есть вопросы и все вместе как идею заявляет очень неплохо достаточно профессионально и кстати на хорошем технологическом уровне исполненную но потребительская перспектива очень вяленькая и на улице стояло еще два один в павильоне а два скорпиончика тихо грелись там на зимнем солнышке так один из этих скорпиончиков сдох и его утащили на веревочке вот так вот ну не получилось ну вот скорпиончики к сожалению долго не живут в этом климате любопытно было то что и вот иностранцы на это среагировали и на выставку вездеход притащили свою коммерческую линейку там было очень много омароков там был лифтованный омарок причем омарок лифтованный по кузову а не по подвеске то есть проставки поставили визуально он выиграл по проходимости он не выиграл абсолютно тем более что омароков у него не самая выдающаяся проходимость Toyota очень правильно сделала они именно на эту выставку притащили RAV4 и впервые легально заявили его аудитории причем первый день они как-то его под тряпочкой таили таили а потом почесали затылочек свой самурайский и подумали но если мы заплатили за эту площадку деньги притащили сюда машину то почему мы держим под тряпочкой мы что будем 1 марта ждать тряпочку сняли выяснилось что у людей на это тоже есть спрос хотя аудитория конечно была не готова к тому чтобы вот эти вот очень красивые летние тапочки здесь примерять в основном конечно была кирза хорошая такая наша лапотная кирза и вот эта кирза имела больше спроса большую популярность но RAV4 да вот он пожалуйста есть смешно то что туда же пришли совсем детские игрушки это даже не гарнир это такое наклейка сзади на танк на броню Honda Pilot приехала Ford Explorer вот этот вот совершенно пузиком по земле скребущийся ну красиво здорово молодцы хорошо кто-то взял например зверски оттюнинговал в лоскуты Jeep Wrangler причем так как-то оттюнинговал в расчете на клиента не понимающего в теме абсолютно ничего потому что понизу с защитами как-то сэкономили а сверху конечно набруталили в три слоя и это тоже найдет свой спрос потому что одно дело ходить по Москве в камуфляже и другое дело реально в этом камуфляже быть там где без него не выживешь это две совершенно разные коммерческие составляющие причем далеко ни одного и того же потребителя и сама по себе выставка вот она конечно собрала очень серьезную часть реальных игроков и что плохо у нас многие предприятия занимающиеся этой темой причем продуктивно результативно с заказами с клиентами они находятся за Уралом ну догадайтесь почему у нас эти предприятия находятся там а у них нет возможности приехать чисто из меркантильных соображений платформа доставка а штуки у многих негабаритные приедешь и непонятно продашь или не продашь поэтому часть изделий осталась непознанной и была заявлена на других стендах у сопутствующих у прессы в частности в виде видеороликов можно было посмотреть например изделие Тром это очень любопытная реализация полного привода может быть не самое жизнеспособное не самое надежное но то что оригинальное и расширяющее возможности человеческого перемещения в пространстве и это точно но Тром было просто из Сургута не приехать перерыв на вожделенные новости потом вернемся на ближайшие полчаса персональный телефон Сергея Асланяна 65 10 9 9 и 6 первым дозвонился Николай здравствуйте Николай Сергей добрый вечер я начала к сожалению пропустил а скажите эта выставка она еще идет или уже все все 4 дня мы тихонечко бродили по бездорожью и вездеходствовали все закончилось я понял жалко но тогда вернемся к нашим насущным проблемам скажем так хочу приобрести Kia Seed новый вот как-то очень в душу залегло хотел бы проконсультироваться может известно вот 1.6 литра автомат хватает вообще вот этого всего хватает без экстрима у вас получается очень правильный очень надежный автомобиль тем более что Kia Seed сам по себе настолько здорово исполнен настолько грамотно задуман что вот уже второе поколение подряд среди специалистов всерьез идет разговор на тему а может быть уже нужно не гольф-класс а может быть уже пора переименовывать в Seed-класс очень даже много оснований для этого есть и Seed 1.6 с автоматом нормально едет а тем более если вы еще размашисто купите два мешка опций к нему там подогрев руля например какая сказка будет крыша панорамная ну крыша не знаю я например не люблю когда бутылка прилетает сверху а вот за тепленькое подержаться за рулик тепленький скажите Николай а что мы с вами отмечали 23 февраля вот я просто не понимаю этого на самом деле я тоже не совсем понимаю вот к своему стыду все хотел скажем так выяснить в интернете потому что вроде как подноготный этого праздника не самая скажем так для нас радостная радостная скажем так вроде он появился во времена чуть ли не войны нашей гражданской да да как раз когда красные драпанули из-под Пскова оголили фланг Питера Петрограда и Ленин после этого подписал для нас позорный Брест-Литовский мир сдав кучу территорий именно потому что выяснилось что красная гвардия всех по в данный момент слабей но это же было как вот во времена французской революции если помните переначали календарь придумали новые названия месяцев а здесь то же самое в революционном угаре сказали слушайте давайте сделаем праздник например красной армии тем более что нужно было русскую императорскую аннулировать и в результате забыли про флот и мы получили некоторую эклектику потому что нашему флоту 300 лет а нашей армии 90 вот как-то вот так вот я знаю ну скажем так в России в нашей истории вообще в принципе вполне много дат которые можно было вот примерно к такому скажем так ну идеологически к такому же событию приурочить а тут я вот теряюсь на самом деле что это такое с чем это едят тем более что если мы хотим что-то по поводу армии так у нас Петр Первый массу указов на эту тему написал создав русскую регулярную армию этого было вполне достаточно а гендерный праздник первичных половых признаков ну я бы тут бы не делал бы его таким уж светским в религии если что на эту тему довольно много любопытного мне кажется это эклектично при том что я пару лет защищал Отечество стоял на страже завоевания социализма и зорко смотрел вдаль на супостата не позволяя родину мою топтать но я в общем так и не въехал что-то такое 23 февраля я понял Сергей и такой момент может дадите пару подсказок к чему быть там может быть осторожным или просто внимательным скажем так в этой машине на будущее у этой машины плавность хода поставлена настолько во главу угла что на скорости в 270-350 км в час ее начинают раскачивать на русских стреловидных дорогах уходящих вдаль я думаю что до такого не придет да я тоже думаю а в остальном очень правильный сбалансированный автомобиль тем более корейцы им показали насколько блистательно они освоили уроки и европейцев и японцев и как здорово они теперь опережают и обыгрывают законодателей жанра Илья здравствуйте Илья Сергей здравствуйте скажите пожалуйста можно хочу узнать ваше мнение о Тойоте Хайлюкс и если возможно почему у вас негативное насколько я понял мнение о пикапах о пикапах в принципе ну напрасно вы предположили что у меня негативное пикап это все здорово особенно для нас для городских пижонов и тем более если ничего возить не нужно красивая машинка и сразу понятно что Илья мы с вами настоящие мужики и нам 23 февраля это просто наш праздник на пикапе тем более Хайлюкс очень хороший аппарат я на нем проехал по бездорожью в рамках проекта Волок он у меня завяз дальше чем командорский рейнджер командорский рейнджер уже лебедился во все а я еще закапывался закапывался и закапывался то есть Хайлюкс как внедорожник очень неплох может быть даже один из лучших как всякая Тойота он имеет совершенно несуразный ценник потому что все таки ну мы японцам тут так много должны что приходится отдавать вот видите таких косвенных податей как например ценники на японские автомобили и в частности Тойота и у него кстати очень неплохая кабина она позволяет выжить не только сидящим спереди что любому пикапу присуще но и тем несчастным обреченным родственникам которых вы повезете сзади ведь сзади же как правило тач прокруст делал сидение и в какой-нибудь там мазде бт-50 или в рейнджере предыдущего поколения там очень тяжело выживать как и в НП-300 вот эти машины как раз мою нелюбовь в грузопассажирском варианте заслужили а с точки зрения бездорожья да они молодцы вот спасибо большое Илья скажите а что мы с вами 23 праздновали так бурно ну кроме пикапа честно говоря я ничего не праздновал ну я тоже я как-то и к мужскому и к женскому дню отношусь с непониманием ну это правильно я тоже например к 8 марта отношусь с большим непониманием тем более Клара Цеткин Роза Люксембург и Циля Пизмантер мне как-то не очень близки в своем понимании женственности Вячеслав здравствуйте Вячеслав да здравствуйте Сергей знаете как-то несколько месяцев назад обсуждали Ларус который будет делать на автовазе и сравнили будет ли она такая же качественная как на автофраме Логан мне интересно как там у них с качеством лучше стало или все то же самое как Ладе Калини там конечно ее приблизили к Ладе Калини тем более что на автофрамусе не очень умеют и главное не очень попадают даже если хотят кувалдой по резьбовому соединению а на автовазе это талант рабочих он в полный рост демонстрируется и когда есть возможность что-нибудь не закрутить а заколотить они это делают с наслаждением и в этом отношении трагическую статистику ведет единственное умное автомобильное издание нашей страны авторевю вот ревюшники сколько раз не берут машину на тест причем они же предупреждают они говорят слушайте мы будем всерьез копаться в этой технике мы берем машину на тест вот каждая машина причем она всегда обязательно сопровождается стонами завода ой вы знаете как мы над ней работали мы же ночей не спали мы же тут придумали ну столько всего выясняется ну обязательно хоть что-нибудь ну кувалдой загонят по резьбе то стабилизатор отвалится то что-нибудь в подвес причем одно дело когда бьют просто от нечего делать а тут же серьезные детали которые сказываются на безопасности это производственная культура проклятого места и Ларгус ну что ж была очень неплохая машина и идея у нее грамотная воплощение но они работают над качеством у них же есть специальный фофон который занимается туфтой это в данном случае термины фофон это фамилия а туфта это результат фофон это директор по качеству и в ближайшие наверное лет ну я думаю лет в 50 они уложатся они поднимут качество причем что хорошо у них когда был паскаль фельтен директор по качеству то они все достижения имели кратными в 3 раза у нас увеличилось качество в 3 раза сократилось количество обращений когда пришел фофон то у них все стало кратно 10 в 10 раз возросло качество в 10 раз стало меньше обращений по качеству а вот когда будет следующий директор я думаю что он возьмет за основу дюжину и будет так на автовазе все в 12 раз стало лучше и в 12 раз стало меньше обращений ну подождем с вами Вячеслав нам же мы же не торопимся да у меня еще второй вопрос у меня на самом деле Рено Меган 3 и вот я о нем как-то так нелестно называю мне вроде так все нравится особенно всякие причиндалы которые у меня есть причиндалы шикарные знаете но Вячеслав не нравится слоняну это еще не повод продавать машину или по крайней мере относиться к ней как к жене с подозрением у вас какой мотор на Мегане у меня 1.6 хватает вам 1.6 у меня хватает даже я заправился в 95 человек сказал это в прошлой зиме 2.92 мне кажется для 2.2 она как-то даже лучше вот я ездил на Мегане с 1.6 на ручке я эту машину назвал релакс автомобилем для спокойной езды ну да она такая очень спокойная если вот нужно пришпорить она говорит ну хозяин ну мы же с тобой французы фуагра на завтрак виагра на ужин ну куда торопиться ну даром что я турок ну какая тебе разница челмы же не видно и для нормальной городской езды хватает ну я же не всегда бываю нормальным и не всегда бываю в городе поэтому у меня к этому автомобилю подозрения хотя вот сейчас как раз у них там идет апгрейд и этот же ваш Меган но с багажником под названием немножечко другим он получил уже ниссановский мотор 1.6 вот он как раз обнадеживает перспективой нормального крутящего момента и очень неплохой динамикой но это перспектива мы ждем ждем результата ну да может передачу материю как раз спасибо большое спасибо вам Владимир у нас здравствуйте Владимир да Сергей давно слушаю вашу передачу наконец дозвонил это радостно для нас обоих Владимир это не только для вас для меня тоже да это радостное событие вот мучает меня очень давно один вопросик связанный с заменой автомобильчик сейчас я езжу на Volkswagen Tiguan в принципе очень доволен дизельный парад но со временем увеличилось количество детей и хорошо Владимир вы хорошо провели это время да 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 вот и со временем вернее даже не со временем понимаю что туда все не помещается как вот не упихивая ездим куда-то за город далеко даже полный багажник и не хватает места ну да шли годы и уже мест в машине посадочных все меньше и багажник конечно так себе да а кстати скажите Владимир и ноги длиннее ну и кстати спина распрямляется за гордость поступка родителя обладающего большим количеством детей это не просто так тут уже и голова в потолок начинает упираться скажите Владимир проблема тормозов и некорректной работой АБС тягуани вас не затронуло никак нет пока не затронуло к счастью ну вы слышите уже наверное не затронет потому что это либо есть либо нет но участие клиентов почему-то передний бампер очень быстро разбивается впереди стоящую машину АБС не работает а у вас видимо все хорошо Владимир муки вашего выбора какие детей вы уже все в порядке да вот смотрю на Volvo XC90 ну здесь и Touareg дизельные оба агрегата но вот здесь есть то и с другой стороны подводные камни вот Volvo мне нравится но вот знаю что скоро у них должно быть обновление модельного ряда вот стоит ли ждать или нет а по дизелю Touareg видел смотрел слазил весь как бы обнюхал ну вот не знаю цена слишком завышена для этого аппарата цена завышена да ну и Volvo тоже недешевый тем более вы наверное Хосе 90 с D5 уже себе приметили да да вот который там 200 с чем-то лошадей да да D5 мне очень нравится кстати мне тут позвонили соратники и сказали будь осторожен у D5 Хосе 90 стоит одна турбина а не две потому что я на D5 ездил на более легкой машине там было две турбины это конечно был самолет D5 с этим агрегатом справляется Хосе 90 когда они поменяют на следующую версию никто не знает потому что денег у них нет и товарищ Ильишуфо владеющий компанией Джили и Вольво он сейчас пока тяготеет к большим седанам у него шведы наконец-то бледнолицые работают на узкоглазых это настолько я в Монголии первый раз когда приехал в юности меня это поразило фраза когда мне монголы улыбались в лице и говорили вы знаете в Монголии это единственная страна где бледнолицые работают на узкоглазых я тогда этот юмор как-то не очень я оценил сейчас вижу то есть когда будет замена Хосе 90 неизвестно Туарек машина более правильная более универсальная ценник завышен реально мотор 3.0 дизельный из пневмы это формула абсолютного счастья именно поэтому оно столь дорогое перерыв на долгожданные новости вот казалось бы московская радиостанция тем не менее на сайт пришел очень правильно очень грамотный хороший вопрос из Клининграда от Андрея он просит рассказать о том кто и как принимает решения о продажах в России определенных модификаций комплектаций чем обоснованы такие решения это очень многоступенчатая игра принятие решений зависит от ряда факторов и московские представительства российские представительства существуют в первую очередь именно для того чтобы подсказать штаб-квартире что в той или иной местности в данном случае в нашей стране будет лучше а что будет похуже в московских офисах в большинстве московских офисах сидят люди разговаривающие на рунглише совершенно не заинтересованы в принципе ни в чем ни в какой работе им абсолютно по барабану все кроме собственной зарплаты поэтому они очень серьезно подставляют штаб-квартиры а иностранцы приглядывающие за процессом они как правило приезжают сюда на большую зарплату и как по секрету сказала мне несколько разных людей из разных контор они сказали о Сергей а еще у вас такие классные девки дальше они смаковали уже эти подробности поэтому в целом как правило все криво косо из рук вон плохо обратите внимание на вот очень серьезные просчеты которые мы имеем например GM построил под Питером завод и первую модель которую он туда засунул это коптива кому нужен завод в нашей стране по производству коптива коптива неплохая машина и Opel Antara неплохая но не за эти деньги и не в этих количествах то есть с одной стороны чисто интуитивно они очень правильно угадали что полный привод это наше все с другой стороны не с этой моделью и тем более не обязательно было строить там завод и когда например GM приходил к нам еще в Елабугу в 90-е годы и открывал там отверточное производство блейзеров те самые елабужские блейзеры которые народ так очень с большим почтением назвал двухколесные еблейзеры они тоже никому не были нужны потому что завод с одной стороны захотел рыбку съесть а с другой стороны решил прокатиться на этой рыбке и предложил нам машину по цене серьезного автомобиля но заднеприводную с блокировкой дифференциала не пошла как-то вот неинтересно было Ford у него до недавнего времени в гамме был очень правильный аппарат он сделан на шасси рейнджера пикапа накрыт кузовом вот та игра в которую грамотно играет Mitsubishi у них ведь есть L200 и есть Pajero Sport Pajero Sport это гражданская реинкарнация пикапа у Ford тоже такая пара есть называется Ford Everest сколько поколений Ford продул мимо а вот сколько было столько и продул он как-то вот чесал затылок ну и не понял а нужно русским это не нужно вот почему-то японцы решили что нужно Toyota сейчас к нам делает правильный заход потому что отверточной сборкой может быть как раз недалеко в сопредельных землях они будут делать машину именно получаемую путем накрывания кузова пикапа Hilux и это скорее всего к нам придет это неплохо посмотрим как у них получится но если не говорить о таких серьезных ошибках очень убедительным сдерживающим фактором является статья расходов затрагивающих сертификацию а у нас ведь мы же настолько трепетные клиенты что между нами и товарным предложением стоит государство говорит а что это вы любимому русскому народу тут впариваете ну-ка давайте-ка мы это все попробуем сертифицировать нам нужно проверить вот например этот вот мерседес а вдруг он экологически опасен у него там какой-нибудь класс ну евро например 5 а нам нужно чтобы было ну евро 6 но в чем дело и любой иностранец предлагающий там товар должен так или иначе как-то во все тяжкие пуститься и автомобильные они тоже вынуждены это делать доказывать обоснованность и качество своего товара и как говорили мне в японской компании вот почему это серьезная разница между европейским предложением и русским почему в германии той же самой тойота или ниссанов в два раза больше по моделям чем у нас здесь на внутреннем рынке россии хотя казалось бы машины сопоставимы страны условия эксплуатации даже дырка под номер совпадает они говорят понимаете в наших ведомостях по затратам очень плохо как-то выглядит такая статья расходов как откат а взятки к сожалению вам нужно платить такие что если мы предлагаем нишевый продукт то это делает нецелесообразным в принципе поставку этого продукта вот верса тойота верса у нас очень долго ведь версы они есть и на базе короллы и на базе авенсиса для нас на сегодняшний день тойота верса одна и мы уже как-то потихонечку по этому поводу даже и не скорбим а верс много их на самом деле три штуки и когда тойота только-только к нам сунулась она встала перед затратами и перед идеей мы должны потратить на что деньги на одну версу которая на базе короллы на вторую версу которая на базе авиа авиа тойота авенсис на третью которая не имеет соплатформенного аналога в нашем понимании и это все нужно сертифицировать это все нужно в три конца взятками умаслить а сколько будет этих машин продаваться проще вам ездить на том что мы вам предлагаем езжайте и вот наше государство которое стоит здесь серьезным препоном и его не обойдешь ни на одной хромой кобыле оно побуждает производителей иностранных делать там машины класса B казалось бы нам это по зарезу нужно солярис классная машина 200 тысяч солярисов замечательно но вообще-то у нас страна все-таки бездорожная и если чем-то руководить давайте мы и сертификацией все-таки посерьезнее поработаем давайте мы будем взятки брать не со всех а хотя бы через одного и давайте в таком случае в заводской политике еще есть один момент не так ну нет это уже достаточно давно мои друзья привезли сюда сертифицировать машину на полигон и в НАМИ полигон НАМИ в Дмитрове они дошли на одном из уровней сертификации до экспериментов по шумности и начали потихонечку мерить шумность автомобиля вынесли вердикт машина очень шумная нельзя русским людям продавать потому что наши изнеженные уши трубочки свернутся тогда наши ребята занимающиеся проталкиванием товара причем товар очень классный очень жалко что он в нашей стране не пошел не пошел по другим причинам они взяли аккуратненько за верхнюю пуговицу рубашки того крентеля который им вытащил бумажку сказал не прошло не подходит сказали скажи Вася ты по какой методике это мерил уж не Иван Иванович или он говорит ну положим Иван Иванович Иван Иванович вот тут Вася по вашей методике что-то не понял Иван Иванович что же вы мне не сказали что вы с ними да не нормально все по шумности да пожалуйста да все хорошо посмотрите какой откат обломали чуваку это все вместе то есть с одной стороны работа представительства с другой стороны работа наших она очень серьезно сказывается на количестве товарного предложения и сути товарного предложения в нашей стране существующего при этом посмотрите как замечательно до недавнего времени работало московское представительство Крайслера Додж и джип они провалили вообще все что только можно при нашей тотальной любви к джипу так взять и обрушить продажи могли только очень серьезные люди и джон стек я читал его интервью он говорил что у нас продукт которым мы сейчас возьмем долю рынка ну да конечно даже одну машину продал ты уже какую-то долю на рынке взял да мы сейчас тут вот мы американцы у нас такие машины сейчас джон стек пошел разваливать Вольво а Крайслер он передал итальянцу все вместе это как раз и дает картину ну мягко говоря странного присутствия ряда брендов в нашей стране в странных комплектациях которые определяют разным моделям не всегда компетентные люди я сам удивляюсь иногда почему это у нас так мой персональный телефон 65 10 9 9 6 Руслан вы дозвонились добрый день Сергей я наконец вам дозвонился меня хорячок 3 37 объем проехал вот на нем смотрю уже 147 тысяч альтернатива как бы менять все равно придется и что после него ну ждать после 150 тысяч сколько проживет еще Руслан а вы же судя по всему на бездорожье на нем не ездили да нет по полям по скошенным гонял на 120 ну как бы живая но по полям по скошенным да пшеницу скосили на Украине с ребятами решили прокатиться на 60 трясет на 100 идет нормально да вот те люди которые делали вашего хомячка они все-таки в внедорожной теме кое-что понимали но материалы которые они применили увы не всегда замечательные хорошо что вы не совались на серьезное бездорожье потому что у вашего хомяка например очень частая проблема в том числе по форумам она заметна когда где-то раз в месяц всплывает человек с паническим воплем ой а где мне достать новую раму на моего хомяка что-то моя уже накрылась ну у вас хорошая рука и вы кроме как поскошенной пшеницы нашей эридной Украины и нигде больше не скакали серьезного бездорожья машина не видела а мотор у нее мощный то есть это один из наверное самых мощных кроссоверов которые только выпускаются причем с имиджем внедорожника а после него поскольку американцы все-таки прекратили изготовление подобной техники у вас путь либо в Мерседес либо в Тойоты ну либо в Ниссаны то есть с большими моторами на серьезную тяжелую технику и с уже более широким внедорожным диапазоном то есть у вашей машины это Патрол новый это двухсотка круза крузаическая это какой-нибудь там джиэль мерседесовский они по размеру по сути и по брутальной своей тяжести вполне сопоставимы а хомячки все перевелись а как насчет Тахо Тахо если вы вот такой американовед американофил то да и Тахо в том числе но по мотору это будет совсем здорово по всему остальному ну это будет не хуже благо родственники просто не думайте что Тахо серьезный внедорожник вы же ему сразу всю пластмассу подшибаете вы передний бампер будете покупать раз в неделю у него же геометрические проходимости я просто задумался купить листкомплект раньше или втануть его так дюймов на 5 на 7 да уже хорошо но если вы еще какие-нибудь там аэрбешные бампера ему поставите внешность это ему слегка изменит но по крайней мере и пшеница вот после одной аварии на Хаммере выскочил один поставил себе бэшный бампер второй раз меня спасло это а его нет отправил в нокаут спринтера ооо когда люди с левого ряда через три полосы с правого ряда через три полосы налево во двор заезжают при этом говорят что меня не видели да действительно а вас очень тяжело заметить ну хомячки крадутся по тропинке кто же хомячка то видит под ногами тем более ну да зеркало не видели правильно хорошо один раз Воган ну как бы заменил там решетку пластику и потом решил поставить СРБшный бампер вот второй раз спасло так тем более вы с кем-то состязались вы на каком-то хомячке а он-то на мерседесе он же на принтере конечно так это же а скажите кстати Руслан что мы с вами отмечали 23 февраля мы отмечали да что мы такое отметили ну я два раза отмечаю день военно-морского флота так ну я кстати тоже в принципе должен был бы его отмечать не отмечаю по сию пору ушел со службы забыл об этом а 23-го то что у нас с вами за праздник ну день советской армии военно-морского флота ну да действительно в общем пожалуй день но заодно еще день наш нас мужиков настоящих в том числе катающихся на Русланах вот так вот начинается трудовая неделя впереди еще целых 4 эфира понедельник уже иссяк и закончился передаю стафетную палочку Михаилу Куракину впереди новости Дальше Продолжение следует...